Кишечник и иммунитет В этой лекции мы узнали, что функции иммунной системы реализуются через иммунные клетки и иммунные органы. Если такая огромная часть иммунных клеток живет в кишечнике, задайте себе вопрос, насколько важно здоровье кишечника в работе иммунитета. Здоровье кишечника определяет, насколько эффективен будет иммунитет у человека. Что определяет здоровье кишечника? Баланс микрофлоры. Если соотношение разных видов бактерий, сбалансированного, кишечник будет здоров. Иммунитет тогда укрепится и человек будет здоров тоже. В наше время ученые очень высоко оценивают роль кишечника, иногда его называют вторым мозгом. И утверждают очень однозначно, что здоровье кишечника определяет и здоровье, и долголетие человека. Чем дальше, тем больше количество людей будет озабочено здоровьем кишечника. В повседневной жизни мы часто видим, что люди, болеющие из-за ослабленного иммунитета, часто имеют разные проблемы с кишечником в том числе. Для обеспечения здоровья кишечника и баланса микрофлоры у тяньши есть очень хороший продукт – сироп из фруктозанов тяньши. Вам всем, наверное, он очень нравится. Если говорить о сиропе из фруктозанов тяньши, необходимо отметить, что, несмотря на сладкий вкус, он не относится к сахарам. Это пищевые волокна, которые создают на языке иллюзию сладкого вкуса. Это очень особые пищевые волокна. С одной стороны, благодаря своей природе они, как волокна, стимулируют перистальтику кишечника. С другой, одновременно стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике и восстанавливают баланс микрофлоры. Поэтому сироп из фруктозанов тяньши ведет себя и как пребиотик в том числе. Баланс микрофлоры кишечника определяет стабильную работу иммунной системы. Лучший продукт для сохранения баланса микрофлоры кишечника и оздоровления микрофлоры – сироп из фруктозанов тяньши. Я верю, что интерес к этому продукту будет только расти. Сироп из фруктозанов тяньши все хорошо знают. Сегодня мы повторим виды действий, которыми он обладает. Во-первых, поддерживает нормальное функционирование кишечника. Такое действие получается за счет наличия в сиропе пищевых волокон, которые поддерживают в здоровом состоянии вегетативную нервную систему кишечника, нормализуют гормональный фон, стимулируют выработку пищевых ферментов. Кроме того, под их воздействием расширяется просвет кровеносных сосудов слизистой кишечника, стимулируется кровоток в кровеносной системе кишечника. Таким образом сохраняется здоровье всех анатомических элементов кишечника, улучшаются его функции. Во-вторых, поддерживает баланс микрофлоры, регулирует состояние внутренней среды кишечника. Мы знаем, что сироп из фруктозанов тяньши стимулирует развитие полезных бактерий в кишечнике, особенно бифидобактерий, что очень важно для нормальной работы кишечника. Сироп из фруктозанов тяньши не просто поддерживает баланс микрофлоры, он еще и не дает вредным бактериям развиваться. Таким образом, функции иммунной системы тоже приходят в норму. В-третьих, сироп из фруктозанов тяньши профилактирует и устраняет запоры. Пищевые волокна впитывают воду в просвете кишечника и увеличиваются в объеме. За счет этого усиливается перистальтика кишечника, уменьшается время прохождения пищи по пищеварительному тракту и очень хорошо нормализуется стул. В-четвертых, помогают в снижении веса и улучшении контура тела. Пищевые волокна в составе сиропа из фруктозанов тяньши ускоряют липидный обмен, уменьшают количество усваиваемого вредного холестерина. После того, как волокна увеличатся в объеме в просвете кишечника, они создают чувство насыщения. Поэтому для снижения веса сироп из фруктозанов тяньши очень хороший продукт. Если его сочетать с сухим напитком ФИТ-ХС тяньши, получится идеальная программа для снижения веса. В-пятых, сироп из фруктозанов тяньши можно использовать в ранней профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний. Я уже говорила, что пищевые волокна ускоряют выведение липидов из организма. Таким образом, снижается количество вредных жиров и плохого холестерина в крови. Поэтому у здоровых людей сироп из фруктозанов тяньши выполняет и определенную профилактическую функцию в отношении возможного развития сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжаем разбирать действия сиропа из фруктозанов тяньши. В-шестых, он выводит токсины из организма, предотвращает возникновение новообразований в кишечнике. Пищевые волокна, содержащиеся в сиропе, помогают очистить кишечник от токсичных веществ, нормализовать работу кишечника. Кроме того, нерастворимые пищевые волокна впитывают и удерживают токсичные вещества из кишечника. Поэтому они быстро выводятся из организма. Таким образом, осуществляется профилактика возникновения новообразований в кишечнике. В-седьмых, он может участвовать в профилактике развития сахарного диабета. Пищевые волокна, содержащиеся в сиропе, стимулируют перистальтику кишечника, уменьшая время прохождения пищи по пищеварительному тракту. В результате из пищи усваивается меньше сахаров. Одновременно стабилизируется сахар крови. В-восьмых, профилактика развития желчекаменной болезни. Пищевые волокна уменьшают содержание холестерина в желчи. Кроме того, они препятствуют повторному всасыванию желчи. Увеличивается скорость переварения пищи и ее количество. Таким образом, мы профилактируем возникновение камней в желчном пузыре. Я верю, что сироп из фруктозанов тяньши нравится много. Если мы будем принимать по одному-два пакетика в день, мы очень сильно поможем своему кишечнику. Это очень большая помощь. Продолжение следует...